В самом начале Великой Отечественной войны для защиты неба столицы была сформирована Московская зона ПВО. Наша землячка Александра Григорьевна Павочкина была наводчицей. На этой фотографии изображена моя мама Павочкина Александра Григорьевна. В 1937 году она была сюда распределена из Зарайского педагогического училища, в деревню Городище. Она там немного поработала и пришла в Воскресенск, во вторую школу. Тогда еще было раздельное обучение, и вторая школа была мужская. И там на фотографии она работала, она изображена вместе со своими пионерами или комсомольцами, как их назвать. У них была военная игра. Это весна, март, месяц 1941 года перед войной. Потом началась война, и война ее застала в пионерском лагере. И она где-то в конце 1941-го попросилась на фронт. Она участница обороны Москвы. Потом она воевала в Польше, брала Берлин, у нее есть медали. Она воевала, например, у них были одни женщины, мужчины только на снаряды подносили. Она была наводчицей. Одна из ценных семейных реликвий – снимок, как мать провожает на войну свою дочь, тогда еще девушку Сашу. Защищавший столицу корпус в июле 1941-го насчитывал 1044 зенитных орудия, 336 установок пулеметов, а истребительный корпус – 602 самолета-истребителя в 11 авиаполках. Задуманный командованием «Лютфафе», план налета на Москву был разрушен. Многие из немецких бомбардировщиков повернули назад. Другие группы вражеских самолетов меняли курс полета, пытаясь проникнуть городу в других направлений. В 45-м году их демобилизовали всех женщин и мужчин старше 40 лет. И ее, она вернулась сюда, в Воскресенск. Ее взяли на работу в первую школу. Первая школа старая была женская. Ей дали первый класс. И вот очень ценная, самая ценная фотография, где на фотографии девочки, первоклассницы, человек 50, и она с ними. Они лысые, в ситцевых платьях, в кирзовых сапогах. Тяжелое было время. И она их набрала в первый класс учиться. Она здесь проработала всю жизнь учителем, полгорода выучила грамоте. Ее многие помнят. На другой фотографии из альбома семьи – отец Людмилы Харламовой, Иван Степанович. Отец в 46-м году приехал к матери сюда, и они поженились. В 52-м году у них родилась дочь Люда. Я училась сначала в первой школе, а потом, когда построили 22-ю, нас перевели всех туда учиться. Я закончила 22-ю школу с золотой медалью. И там в музее есть фотографии моей мамы, поскольку она участник войны и учительница начальных классов. Каждая фотография для Людмилы Харламовой – это незримая связь с ее близкими, родителями, бабушкой. Это память, которая продолжает жить в ее сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова